Так, ребят, ну что, готовы к рисованию? Молодцы, прям как будто вот это из панчбоба. Окей, мы будем работать какой-то такой кистью, которая дает вот такой вот эффект, то есть это такой линейный рисунок с какими-то такими тональными валерами, которые тоже похожи на штрихи, но уже не такие контрастные, более размытые что ли. Давайте я сначала начну. Все заходите в Procreate, сверху вы видите много всяких значков, у кого-то английская, у кого-то русская версия. В общем, для того чтобы создать новый файл, нам нужно кликнуть на плюсик и у вас вылезет внизу менюшка. Мы выбираем A4 формат. Для того чтобы каким-то образом расширить холст или сделать тот холст, который нам нужен, мы нажимаем на крайний левый, справа от галереи, значок гаечного ключа. Тут мы видим добавить холст, поделиться видео настройки и так далее. Мы заходим в холст и нам нужна обрезка, изменение размера и собственно берем за уголок листочка и тянем его. Ну каким-то давайте каким-то сделаем. Опять же, тут есть разные иконки. Давайте начнем с иконки кисточка. Тут есть много-много-много разных кисточек. Я расскажу об одной из них, которой мы будем пользоваться и также покажу, какими я еще пользуюсь. Первое, что мы посмотрим, это стандартная кисть из папки зарисовки карандаш 6b называется. И смотрите, нам необходимо сейчас добиться того, чтобы у нас получались супер острые в начале линии, супер контрастная в середине и супер остро в конце. Если мы приблизим и посмотрим, то кисть имеет такую красивую милую фактуру, которая действительно похожа на какой-то графитовый материал, графитовый или угольный материал. И если мы будем учитывать, что у него еще есть, скажем, детектор наклона, когда мы берем перо под наклоном и пытаемся провести, что у нас получается? Да, размытая линия. То есть получается, получается вот какая-то вот такая вот история. То есть вам необходимо сейчас попробовать, потестить эти кисти и, так скажем, разогреться. Тут та же самая история. Сейчас пробуйте под наклоном делать линии, которые супер тонкие в начале, контрастные в середине и супер тонкие в окончании. И еще будет супер шик, если это все будет включено в какую-то ритмическую историю, да, если штрихи будут друг с другом связаны. Окей, сейчас вам необходимо всем попробовать, у всех ли получается вот такая размытая история. Необходимо сделать так, чтобы у вас получался какой-то тон, да. Видите? Чтобы ровное пятно было, ровная заливка. Давайте следующее. Давайте попробуем, например, роспись. Здесь я использую либо круглую кисть, например, так, мы добрались до толщины. Толщина это вот этот ползунок. Ну и собственно у нас получается вот такая вот история. Если мы будем уменьшать, у нас получится вот меньшая какая-то история, да. Вот. И если мы будем с помощью этой кисточки каким-то образом лепить объем, это может быть интересно. Ну какая-то такая живописная история. Так, смотрите, следующее. Тут есть очень много, много разных кисточек. Засохшая кисть, вот всякая там, которая размывает. Ну это все вот спецэффекты, когда ты, о, засохшая кисть, вау, как красиво. Зачем мне учиться 6 лет? Я могу... Вот. Ну на самом деле, действительно, так сейчас не надо учиться 6 лет. Сейчас 3 года вот максимум крутых прокачанных каких-то курсов. Все, ты уже джуниор как минимум. Ну если ты хорошо работал, вообще без проблем. Окей, давайте дальше. Следующее, что у нас... Следующее, что у нас нужно, да, я раз открыл слои, давайте по слоям пробежимся. В общем, вот у нас иконка слои. Плюсик прибавляет нам слой. Если у нас вдруг получился лишний слой, мы влево скролим наш слой и к чертям удалить. Тут есть еще много разных настроек, которых в рамках сегодняшнего мастер-класса мы не будем касаться, но обязательно с наложениями поработайте. Они достаточно смешные и веселые. Здесь вот если мы нажмем на клавишу N, да, тут тоже все это будет, ну в общем, normal. Значит, если мы поставим другой режим наложения, то тут буковка тоже изменится. И следующее, да, палец. Палец это такая история, которая немножко смазывает наше изображение. Ну и, собственно, резинка, она нам сегодня понадобится, друзья. Есть пипетка? Да, точно, круто. Окей, пипетка, это нам надо долго жать на наш цвет и у нас возникает пипетка. Сейчас мы будем рисовать голову. Я расскажу немножечко про анатомию, про пластику, про ритмику, про композицию. Всего будет по чуть-чуть. Это такое, знаете, кмб, полуторачасовой кмб про рисование головы. Сейчас мы с вами берем, заходим в зарисовку и берем кисть карандаш-сб. Заходим в цветовой кружок и берем какой-нибудь, ну типа черный либо темно-красный, чтобы это было как материал какой-то, да, чтобы это была более натуральная история. Я предлагаю нарисовать такой фэнтезийный портрет, гротесковый портрет для того, чтобы на нем лучше была видна анатомия, то есть у нас будет какой-нибудь либо гном, либо какой-то, не знаю, там орк, либо там тролль. Я предлагаю где-нибудь в самом уголочке попробовать нарисовать какую-то маленькую такую иконку того, что мы хотим. Ну какая-то вот такая вот история. То есть когда у нас есть наша вот эта вот иконка, у нас уже есть практически все. Мы уже понимаем образ. Сейчас на контрасте с этим образом давайте попробуем взять и сделать немножко другие типажи, более вытянутые. Смотрите, мне нравится вот этот вот на самом деле. Какой-то смешной такой парень получился. Ему можно еще какую-то бородку такую нарисовать. Теперь я предлагаю создать новый слой и сейчас попробовать на нашем формате закомпоновать вот эту голову такими мягкими линиями, да, держа перо под наклоном. Уточняем, где у нас будут надбровные дуги, где у нас будет скуловая кость. Окей, сейчас, сейчас у нас есть какое-то пятно, какое-то общее пятно, с которым мы можем дальше работать. Нам понадобится несколько точек на голове. Первая это линия роста волос, вторая это линия бровей, третья это там, где у нас заканчивается нос, четвертая это окончание подбородка. У нас должны получиться три одинаковых отрезка. Следующее, нам необходимо прикинуть, где у нас будет крестовина. Крестовина это, ну так скажем, наши какие-то средние линии. Вот у нас вертикаль и горизонталь средняя линия, где у нас будет глаза. Нам необходимо отделить вот эту фронтальную часть от боковой. Как это делается? В черепе есть глазницы. Глазницы, обе глазницы формируют книжку глазницы. Она выглядит в упрощении вот таким вот образом. Все еще, да, мы рисуем достаточно мягко, да, чтобы наш рисунок был достаточно мягкий. И в процессе мы будем накидывать, накидывать, накидывать и у нас получится в конце достаточно контрастный рисунок. Следующее, что мы делаем, да, нам нужно отделить височную область и отделить вообще боковую, боковую теменную область. Здесь в нижней части мы отделяем вот таким вот образом. То есть здесь будет достаточно мягко. Линия здесь не должна быть очень сильно контрастной. Следующее, что мы делаем, уточняем среднюю линию. То есть у нас вот здесь вот сверху есть вот такой вот, ну, что-то типа такого карнизика что ли. Потом у нас средняя линия идет вот сюда и уходит вот сюда. Здесь у нас есть лобные бугры, да, и мы книжку-глазницы тоже, да, делим на три части. И здесь то же самое. То есть мы делим, там, берем и делим на три части. И уточняем, уточняем, как у нас пойдет лоб. И еще один момент. Чем более угловато мы будем рисовать, тем лучше. То есть пытайтесь давать максимальное количество информации, потому что когда мы вроде сгладили, так ну вроде как бы все хорошо, все. Как бы за этим правды нет. И, ну, в принципе, какое-то понимание объема за этим часто отсутствует. Окей, ладно, построили лоб. Хорошо, давайте пойдем дальше. Вот у нас есть нос. У носа есть переносица какая-то, которую мы упрощаем до какой-то такой вот формы. И, собственно, сама вот эта вот форма носа. У этого носа есть фронтальная сторона, да, и есть наклонная сторона. Вот эта трапеция, она должна вот прийти вот в эту линию книжки-глазницы. Следующее, что у нас есть, вот у нас пространство. Вот это вот последняя треть. Вот на этом уровне у нас будут губы. То есть вот, вот где-то здесь. А здесь у нас будет два отрезка. Здесь у нас будет пространство нижней губы и сюда пойдет подбородочек. Окей, следующее, что нам необходимо, да, это надо немножко добавить нижней челюсти. Добавить, ну давайте ему немножко интеллекта добавим, да, плюс два к интеллекту. И следующее, что мы должны сделать при статическом положении головы, когда она стоит прямо, у нас не повернуто вверх-вниз, у нас уши примерно на уровне этого отрезка между бровями и окончанием носа. Вот примерно вот здесь вот. И еще важный момент. Вот у вас есть направление нижней челюсти, да? Видите? Обратите внимание, что по этому направлению мы вставляем ухо. Ну и сейчас я предлагаю примерно наметить шею. Здесь нам необходимо прикинуть проекцию среза шеи, то есть как он будет вставляться в грудную клетку. Здесь примерно мы прикидываем здесь седьмой шейный позвонок и проводим какой-то плечевой пояс, что ли. Здесь у нас находится еремная ямка и сюда мы приводим наши сосцевидные мышцы. Так, окей, давайте дальше. Для того, чтобы нарисовать глаза, надо примерно хотя бы прикинуть глазницы. Для того, чтобы нарисовать глазницы, надо примерно прикидывать, как у нас пойдут скуловые кости. Для этого, зная правило, что скуловые кости у нас примерно доходят до носа, нам примерно надо прикинуть, что наши вот эти вот скуловые кости, давайте вот сделаем вот такую вот площадочку. То есть у нас должна тут сформироваться такая плоскость где-то в районе окончания носа. Потом ниже нам необходимо закинуть вот такой шарик. Это будет наш челюстной шарик. На него мы посадим губы. Ну и здесь необходимо тоже каким-то образом показать этот перелом с фронтальной плоскости на боковую. Вы понимаете, что это у нас такая вот нижняя история, а это такой перелом получается. Следующее, что мы делаем, нам необходимо вставить вот сюда вот шарики. Обратите внимание, что наши глазные яблоки у нас не будут очень большими и занимают почти все пространство глазницы. Теперь наш нос, давайте его сделаем более подробным, покажем всякие носовые хрящи. Наш нос вот в нашем персонаже это будет его визитная карточка, это будет его фишка. Когда вы рисуете персонажа, думайте о том, на чем вы сделаете акцент, что будет самым главным. А все остальное рядом с ним для контраста будет чуть меньше. Смотрите, да, вот здесь вот посерединке у нас будет горбинка. Здесь у нас есть носовая кость. И вот здесь вот на носовой кости у него есть такое утолщение, к которому крепится носовой хрящ. Большой носовой хрящ, да, как его называют. Он состоит из двух половинок. И под этой половинкой у нас будет крыло носа, да, и наша ноздря. У носа тоже есть свои объемчики, то есть нам необходимо показать какие-то взлеты и падения. И если мы имеем в виду, что освещение объекта чуть-чуть впереди сверху, то нижней плоскости у нас чуть больше будет затемнены. Это как бы, ну, такая основа, да. То есть у нас, в принципе, нет предмета, да. Мы сейчас придумываем, придумываем объемы и, собственно, придумываем и какую-то светотеневую, такую условную работу, да. Давайте next. Смотрите, что у нас с лбом происходит. Вот у нас есть вот эти вот две линии к лобным буграм. И у нас есть вот это вот пересечение, да. Вот, вот точка и вот точка. Вот здесь у нас получается вот на, именно на этих точках у нас вот такая вот форма. Ну, что-то типа чайки, что ли. У этой чайки есть свой какой-то объем. Это называется надбровные дуги. И нам сейчас необходимо показать объем, да, вот возвышение этих надбровных дуг. Так, ну, окей. Немножечко тут резиночка, да, вот лишние линии без фанатизма потираем. Но чтобы у нас что-то оставалось, то есть не нужно, чтобы вот эта вот линия совсем пропадала, да. Нужно, чтобы она была просто чуть менее контрастна. Здесь нам необходимо чуть-чуть уточнить вот эту вот линию. То есть здесь мы можем ее немножечко сгладить. То есть здесь у нас пойдет вот такой вот рисунок. Здесь она будет более мягкая. Так, и давайте чуть-чуть передвинем лоб, сделаем его чуть более широким вот сюда вот. Так, и давайте посмотрим примерно, да, выровняем все. Вам необходимо посмотреть, чтобы у вас примерно вся вот эта вот история, она была на одних наклонных. Так, окей. Ну и едем дальше. Да, давайте, давайте пойдем вниз и нарисуем губы. Помните, мы делили наш лоб на три части? Теперь уточняем среднюю линию здесь на губах и также делим линию рта на три части. Ну, то есть вот эту вот дальнюю часть, ее практически не видно. Ну, поскольку у нас, ну, такой какой-то такой ракурс мы выбрали, что ее не видно. И, собственно, верхняя и нижняя губа, они будут не объемные, они будут номинальные. Опять же, нам необходимо наметить какую-то форму объема наших губ. Здесь примерно прикидываем по вот этому вот, по вот этой верхней части фронтальную часть и, ну, собственно, завершаем форму наших губ. И здесь у него уголок рта, то есть его можно немножечко сделать интереснее, да. Окей, здесь у нас следующее. Это пространство нижней губы, то есть нижняя губа это не только розовая материя, можно сделать сложный объем какой-то, да. То есть вы понимаете, что здесь у нас форма, она идет вот таким вот образом, да. То есть вот здесь у нас более светлая часть, а здесь она более затемненная, понимаете, да. А здесь она совсем-совсем темная. А здесь можно резиночкой даже такой плечочек подтереть, так скажем, да. И здесь, да, вот эта вот верхняя губа, пространство верхней губы, здесь тоже показываем вот этот момент того, что нам необходимо здесь, ну, хотя бы немножечко ее утопить. То есть потому, что это шарик и тут тоже, ну, немножечко все это действует. Здесь мы показываем силуэт перелома и уточняем форму подбородка. Мы можем его сформировать по нашей линии рта и примерно прикинуть вот таким вот способом, что от уголка рта вот сюда вот вставляем наш подбородочек. Если говорить с точки зрения анатомии, ну, и какого-то конструктива, общий конструктив у нас, в принципе, присутствует. Следующее, что нам нужно, складочку носогубную прикинуть сюда и сюда. То есть, опять же, обращаю внимание, что она не должна быть супер-супер какая-то мягкая, да. Давайте немножко жесткости для того, чтобы зритель понимал, что здесь форма немножко повернется. Окей. Ну, и здесь в целом необходимо показать, как у нас пойдет целом носогубный блок, вот который от сих пойдет сюда, 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 потом сюда, 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 потом сюда, сюда, сюда и натянется на нижнюю челюсть. Здесь необходимо показать вот этот объем. И здесь тоже самое, да, здесь необходимо показать объем носогубной складки. Окей, смотрите, да, у нас между носогубной, да, и уголком рта осталось место. Это вот пространство, оно тоже будет объемное. Здесь у нас уголка рта. Из чего он формируется? Он формируется из кожи, которая у нас в запасе, так скажем, в запасниках для того, чтобы мы могли улыбаться, да. С нижней частью давайте, наверное, закончим. Давайте пойдем наверх сюда и давайте ухо немножко нарисуем. Вот здесь у нас сверху вот этот хрящик, он называется завитком. Здесь вот эта вот часть, она называется козелком. Напротив козелка вот эта вот бугристость, она называется противокозелком. А напротив завитка объемчик, который раздваивается в конце, как называется? Противозавиток. Ухо не должно быть кругленьким, то есть у него должны быть определенные ребра жесткости. Так, закрываем какие-то глубинные места, ну и немножечко там резиночкой проходимся где-то, где надо. Можно показать какие-то кусочки кожи, да, там какие-то складочки. Окей, вот у нас уже появилось ухо, уже как-то интересненько. Давайте ему нарисуем объем черепной коробки, да. Если мы представим, что черепная коробка это шарик, то при классическом освещении мы должны будем закрыть вот какую-то вот эту вот часть. И кстати говоря, вся вот эта часть боковая тоже будет закрыта, эта часть у нас будет закрыта. И в целом у нас будет освещен только лицевой модуль, боковая часть носа тоже будет закрыта, все у нас будет закрыто. За счет этого будет формироваться объем. Штрихуем, но штрихуем очень мягко да вот вот этой вот нашей боковой поверхностью пера здесь у нас есть лобная косточка здесь у нас есть височная выпуклость так здесь нам необходимо показать чуть больше чуть больше объема вот этого цвета так уточняем форму скуловой кости и прикидываем скуловую дугу это такая новая для нас форма но поскольку у нас нет времени я ее не буду объяснять подробно а просто покажите ее это что-то типа как душка очков только на черепе у нас есть здесь мы тоже показываем объем скуловой кости то есть она будет чуть чуть сложнее и давайте сейчас нарисуем наши глаза точнее наш разрез век верхняя века нижняя века для этого нам необходимо прикинуть трапецию носа и у нас вот в этих вот частях трапеции будет слезник и после него у нас собственно пойдет разрез глаз вот окей нарисовали один глаз примерно прикидываем вторую вот эту вот историю да и примерно рисуем где у нас будет находиться второй глаз разрез глаза до верхняя нижняя века и собственно под этим всем должно угадываться наше глазное яблоко под вот этими объемами давайте дальше смотрите что у нас происходит здесь уточняем форму глазницы здесь у нас идет на этих точках да вот вот мы переносицу поймали на этих точках чуть чуть ближе к серединке мы можем наметить наши брови которые пойдут вот таким вот образом сюда и сюда уточняем силуэт да вот вот это вот у нас самая объемная часть верхней части глазницы вот нам необходимо найти этот объем здесь то есть уточняем где он будет находиться то есть он не так высоко будет а чуть ниже параллельно вот этому который внутри давайте наметим куда он будет смотреть вот он будет у нас вот куда-то вот туда вот смотреть куда-то вбок вот у нас идет верхняя и нижняя века у нее есть внешняя точка сроста и внутренняя точка сроста это слезник в слезняке есть мисцо это в принципе все что вам надо знать о слезняке здесь какие-то глубокие глазницы и здесь собственно косточка затемняемые здесь в принципе нормально самое главное чтобы ближайший к нам глаз он был прорисован дальний глаз он может постольку поскольку как-то вот работать покажем какую-то радужную оболочку мы сейчас не ставим задачу реалистично нарисовать глаз то есть здесь рисунок он должен иметь определенную долю условности здесь небольшой блик резиночкой протираем ну и вот у нас получился такой прекрасный прекрасный мужчина видите как здорово так и здесь сейчас я прохожусь сразу же по всем боковым объемчиком я их немножко в общая чтобы он в целом не был таким дробным то есть я прохожусь вот таким вот штрихом собственно да такой елочкой и прохожусь под наклоном здесь у нас есть ну так скажем два направления это вот это вот направление и вот это направление и по ним штрихом то есть тут получается вот такое движение да бам оба дать сап то есть если мы говорим про рисование анатомии дата мы не должны забывать про пластику и про композицию да про какую-то определенную динамику которая сопровождает нас везде всегда про это важно помнить так ну и уточняем здесь наши какие-то силуэтные вот эти вот дела здесь под нижней челюстью мы показываем вот тут какие-то складки кожи у него пойдут да то есть это такой старичелло у нас будет со складками и здесь будет адамово яблоко здесь мы как бы с помощью штриха как бы закручиваем вот этот общий объемчик и смотрите да последний штрих ну опять же можно ему какие-то какие-то здесь давайте он же он же у нас вообще модный парень вот поэтому на линии роста волос ему необходимо нарисовать какую-то челку что ли да ну раз уж пошла такая пьянка ну и тут конечно ему необходимо добавить усы под эту историю поэтому немножко конечно тут необходимо ему прикинуть форму усов усишек наверное да усиков вот друзья ну и сейчас последний штрих это мы акцентируем главные переломы на самых выпирающих поверхностях закрываем 5 горизонтальных поверхностей это плоскость переносицы потом нижняя плоскость носа потом а верхняя губа потом пространство под нижней губой и нижняя плоскость подбородка и в принципе да в принципе на этом можно наверное наш мастер-класс по рисованию частей тела и головы считать законченным всем спасибо ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok